Илита Артсплюй Продакшн представляет долгожданный патч под номером 7.0. Ну с самого начала скажу что не нужно пугаться микрофон под а это другой микрофон многие спрашивали меня почему так редко видео ты забил на канал? нет ни в коем случае ни на что не забивал просто жизненные обстоятельства обстоятельства друзья мои очень много переездов в разные города. Что-то с собой беру, что-то не беру. Вот микрофон я с собой не взял, который стоит 10 тысяч, поэтому записываю на дешевый микрофончик. Ну, в любом случае, я желаю, чтобы у вас было все хорошо и все стабильно. Ладно, поехали. Просили сделать меня обзор. К сожалению, я не самый первый делаю обзор на патч, который вышел, по идее, настолько я знаю, он должен был выйти 11-го числа вечером. Я записываю видео 12-го числа. Вообще, такой материал нужно писать одному из самых первых. Но, к сожалению, я уже не буду первым. Некоторые люди вообще стримили. Я помню, я, кстати, хотел еще вчера записать. Да, почему не записал? Лежал сайт. Просто лежал сайт доты. Я не мог записать. Ладно, поехали. Ну, само собой, как многие уже знают, да, кто смотрит мои видео, все мои предсказания насчет доты всегда сбывались. Абсолютно всегда. В том числе, когда появился там, ну, последнее предсказание, этот новый герой. Я говорю, что он будет на Интернешнле, этот Пит Уорд. Он появился на Интернешнле. Я говорю, что будет новый герой Монкинг. Монкинг. Монкинг, да, он будет. Некоторые вообще в это не верили. Многие даже не верили. Думали, типа, вот там, не знаю, типа, какой-то Эван будет просто крип. Ну, типа, такой крип будет, как до этого были. Но они не верили, что это будут отдельные герои. Типа, вау, сразу 50 героев. Кстати, что вы думаете, да? Я выпускал жуточное видео. Да, иногда хочется выпустить какое-то прикольное видео. Я выпустил жуточное видео про Монкинг. И там были отрезки из фильма. На самом деле, я почему это сделал? Чтобы вы понимали. К сожалению, очень мало умных людей. И с каждым годом все много, все больше и больше тупых, которые хотят думать. Чтобы понимали, откуда вообще появился этот герой. Да, он появился из того фильма. Оттуда пошла эта идея. Чтобы думать, как поступил YouTube, да? Ну, ладно. Там, YouTube запретил монетизацию. Я понимаю прекрасно, да, на что я шел. Типа, это вырезки из фильма. Там, авторские права. Ладно. Я согласился. Два месяца было это видео на YouTube. Два месяца без монетизации. Что было потом? А просто YouTube захотел и кинул страйк. Да? Поэтому я ненавижу YouTube. Поэтому у меня очень мало желания снимать видео. Потому что YouTube мертвая платформа, понимаете? Она мертва просто. Все в коррупции. СНГ-модераторы тоже. Появился у тебя СНГ-модератор-хейтер, у тебя одни страйки будут. То же самое. То есть они, отключив монетизацию, через два месяца кинули страйк на это видео. В итоге я не мог стримить. Ну, не будем о плохом. Еще раз говорю, что YouTube мертвый. Вы сейчас просто зайдите в YouTube в тренды и посмотрите, какое говно в трендах. Всякие там каналы, не буду называть, да? Которые, очевидно, миллион процентов не накручивают. Даже там недавно было видео в тренде, да? Где видео про накрутку YouTube. И оно вышло в тренд. То есть люди знают баги YouTube и используют это. Но видео о другом. Тот самый герой Monkey King. То есть типа повелитель, мартышек, обезьян. Да. Вообще много изменений. Но вот мы видим этот обзор данного героя. Все очень красиво. Почему вообще вышел патч под номером 7, да? Там, кстати, по очереди, по-моему, был последний патч 6.90, да? Насколько я помню. А то, что так сильно перепрыгнуло, это обозначает только одно. Ну, как люди программисты это понимают. Это значит очень много изменений. То есть когда у тебя программа сильно меняется, да? Ты меняешь главную версию. То есть первую цифру. Вот поменялась у нас сильная игра. Обзор данного героя. Его первая способность. Ну, не будем заострять внимание. Это вы уже сами все в игре увидите. Вторая способность. Я знаю, что он умеет лазить по деревьям. Да, вы видите, он умеет лазить. Молодцы. То есть данная функция, кстати, стала возможной только на движке Reborn. Это тоже одна из причин, почему, ну, Вальбы отказались от старого движка. Они не могли реализовать эту фишку. Тоже вам скажу по секрету. Вот его способности. Я думаю, кстати, вы уже, скорее всего, это уже все видели в игре. Очень красиво. Да. И помните, я говорил, что он будет призывать мартышек. Да, да, да. Все это я вам говорил и все это сбылось. Вот он, призыв мартышек. Красивая анимация. Многие говорят, что он похож чем-то на Phantom Lancer. На самом деле, да. Да. Ну, который из первой доты Phantom Lancer был. То есть такие же способности похожие. Потом добавили комикс про данного героя. Сама страница не переведена на русский язык. Видите, она на английском, но комикс перевели. Молодцы. Молодцы. Поэтому я советую вам почитать. Если я буду читать, это будет очень долго. Вот ссылка, если что, есть вверху. Да. Посмотрите обязательно комикс. Также добавили новый, как называется, Terraria. Terraria. Terrain. Terraria. Terrain, да. Ну, то есть... Как же это называется в доте по-русски? Ну, грубо говоря, внешний вид карты. То есть добавили карту. То есть вы можете менять карту. Это у нас было пустынное. Вот теперь у нас есть такая. Именно карта в стиле Monkey King. Потом выпустили аркану этого героя. То есть сразу же выпускали героя и сразу выпустили на него аркану. Очень красиво. Ну, молодцы. Да. Я согласен, что качество поднимается однозначно доты. Вот. То, что арканы включают в себя. Новую модель, текстуру, дополнительные эффекты, динамичный стиль, пропаранус и тому подобное. И самое главное, это Custom Emeticon. Emeticon. То есть это у нас смайлы. Buy Now купить. Если вы купили до 31 января, получите какую-то еще плюшечку. Потом еще один комикс у нас. Да, еще один добавлен комикс. Сейчас говорю, оцените труд разработчиков. Зайдите. Я ссылочку оставлю в описании. И прочитайте два комикса. На самом деле вы поймете историю данного героя. Ну и все, в принципе. Вы видите, везде у нас buy, здесь купить, там купить. То есть можно купить Terrarian, Terrain. То есть оформление карты. Да, можно купить аркану. Самому герою покупать не надо. Идем дальше. Худ. Новый худ. Но вы можете подумать, что это обычный худ. Нет. Это именно худ. Ну, переводя на русский язык, это интерфейс. Да, друзья мои. Очень сильно. Это очередная из причин, почему версия стала 7.0. Я уже сказал, почему. Из-за сильных изменений. Изменили сильно худ. Вот вы видите на своем экране. Как сильно изменен. Они как это мотивировали? Тем, что стало больше открытых элементов. В принципе, да. Вы видите, что теперь здесь появился обзор, здесь обзор. То есть, может быть, он вам и не нужен, но как ни крути, обзор появился. Мне худ нравится. Красивый худ. Вот вопрос в том, что будет с другими худами. Я имею ввиду уже оформление худов. Ну, то есть, там, помните, у меня было оформление Dragon Scale, да, дракон. То есть, если у меня, например, здесь был красивый дракон, то теперь его не будет. То есть, вот понимаешь, да, в этом уже есть минус. Из того, что убрали они какие-то части, то теперь оформление, да, интерфейса сможет меньше сделать, чем раньше. То есть, нельзя будет всего дракона нарисовать, там, сюда. Некоторые во время стримов ставят сюда логотипы, там, всякие, там, Dota Ruhab, например. Но они будут ставить, значит, на пустое место. Вот, переделан игровой интерфейс. Вот они говорят, что изменено. Верхний у нас бар и мини-карта. Тоже, видите, мини-карта изменена. Перенесли радар. Вот он, радар. И, как я понимаю, там у нас еще добавили защиту. Защита, скорее всего, да, вот видите. Да. Очень красиво. То есть, теперь у нас атака. Здесь отображается броня. И что еще? И скорость передвижения. Также предметы, способности, здоровье, мана. Еще, да, новое, я прекрасно знаю, это древо способностей. Это будет ниже у нас. Новая консоль управления героем. Это мы, наверное, не увидим здесь, да? Да, кстати, ну, само собой, раз переделали интерфейс, то и переделали они магазин. Вот, отображается статус тиммейтов, то есть, здоровье, мана. Ну, и, как обычно, ультимейт. В принципе, то же самое, только стали, ну, сделали более красиво. Вот, мини-карта стала очень красивая, наглядная. Кстати, да, сразу говорю, что перенесли Рошана на верхнюю руну. Вот он, Рошан. Это сразу такой автоп. Так, управление героем консоли. Это я пока что не понимаю. Ну, вот, в принципе, да, добавили древо талантов. То есть, ну, на самом деле, это, опять же, весомое изменение. Изменение очень весомое. Говорят, что это своровали у Hero of the Storm, да, хост. Это оттуда, типа, скоммуниздили. Ну, чем-то даже, может быть, и на лол похоже. То есть, теперь, начиная с 10 уровня, вы можете выбирать способность определенную. Для каждого героя она уникальна. Например, у Врейдж Кинга, да, или скелетон, раньше был он скелетоном. У него появляется способность, типа, у него будет ульта, вообще не требовать маны. Ну, на самом деле, интересно. Так, в чем прикол, для чего это вели, да, древоспособности? Это вели для того, то есть, это, в принципе, хорошо, что они сделали. Они сделали для того, чтобы вы могли под конкретную ситуацию, под конкретную игру изменить своего героя. Вот, в общем, смысл, понимаете? То есть, чтобы герой не был универсальным. Вот ты взял, например, там, героя, да, тупого такого, там, 3 способности и все, и делаешь в каждой игре одну и ту же. А здесь ты сможешь менять героя под конкретную ситуацию. То есть, может быть, благодаря этому можно будет делать, там, перевороты в игре. Там не хватает маны, на, получай ману. То есть, вот, в Рейдж Кинге я привел пример, да, если враги пикают, ты видишь, что враги пикнули, там, антимага, там, который сжигает ману, да, и так далее. Потом лансер, который тоже можешь собрать себе диффуза. То ты берешь, прокачиваешь, чтобы у тебя ульта не требовала маны. Ну, опять, рассказывают нам про интерфейс. Манокост отображается, например, кстати, офигенная способность. Ну, неспособность, дополнение очень удобное, приятное. Вы видите теперь, например, прям красивый и понятно отображается монокост. Вот он, скинс. Ну, вот он, я про это говорил, что оформление интерфейса. Может быть, они как-то подправят. Люди все-таки создавали оформление, продавали, некоторые покупали. Ну вот, да, курьер переделан, магазинчик переделан. Я уже про него говорил. Buyback. Красиво, кстати. Вот у нас курьер. Да, видите, отображается курьер. Можно давать ему команды. То, чтобы он полетел там в секретный магазин, о котором все знают. Но он называется секретным. Или чтобы полетел домой. Молодцы, мне очень нравится. Видите, вот Тинни играет. Кстати, да, здесь тоже, видите, новое оформление. Это потом, вот оно, да. Pro Game. Я не совсем понимаю, что это такое. Это, скорее всего, мне кажется, это будет в начале игры показано, да. Многие просили, чтобы это добавили. Особенно просили, когда ты выбираешь героя, чтобы они становились в круг. Ну, чтобы там было понятно, какие будут герои. Ну, чтобы еще было это красиво. И они, скорее всего, сделали вот такое вот оформление. Особенно это будет красиво на стримах смотреть, когда будут какие-то турниры идти. Эпично будет. Фаталити. Mortal Kombat. Красиво, молодцы. Видите, что прикол? В чем еще? Они молодцы, да. То, что они очень много, ну, исправили багов. То есть, сейчас в доте стало очень мало багов. То есть, можно сказать, что игра превращается в идеальную, понимаете. То есть, ее дорабатывают. Вот они доработали, они изменили, да, кучу багов. Все, потратили время на большое обновление. То есть, дальше им нужно будет обновлять, обновлять. Ну, само собой, создавая что-то новое, у них будут появляться еще новые баги. Это очевидно. Изменили потом меню выбора героев. Также добавили дополнительные отборы. Кстати, очень мало кто использует эти отборы, не знаю почему. На самом деле полезная вещь, особенно для новичков. Также там описание и тому подобное. Просто изменили местами. Вот, фамильяр, фильтр, семейный фильтр. Ой, извиняюсь. Вот его древо, то есть, можно будет навести, прочитать. Это взаимодействие с командой, то есть, ну, данный персонаж, например, с Вардар, там, да. Кэри, саппорт, нюкер. Полезная, кстати, вещь. Просто стало более информативно. Красиво. А, кстати, да, здесь отображается, как я понимаю, да, здесь отображается мини-карта на старте игры. Помните, раньше можно было на старте игры, ну, в смысле, при выборе героя, можно было поставить, куда ты идешь. То есть, теперь они сделали вообще шикарно. Смотрите, куры, кстати, летают с виспом. Прикольно. То есть, скорее всего, теперь можно будет ускорять курьера. Раньше, по-моему, нельзя было этого делать. Теперь, наверное, можно будет. Это такой намек. Поэтому протестируйте. Скорее всего, висп может ускорять курьера. Теперь что? Здесь перематывать видео нельзя, да? Теперь, короче, офигенно. Теперь на карте вы можете указывать, во-первых, куда вы пойдете, потом какие... ну, вот. Куда вы пойдете, да? Потом вы можете поставить на карту ворды, то есть где вы будете ставить ворды, чтобы ваши союзники видели это. И вы можете поставить предсказание, куда пойдет враг. Шикарная тема на самом деле. То есть, вначале вы можете, ну, теперь вы можете подготовиться к старту игры, да? В самом начале при отборе, особенно это актуально в рейтинговой там или в CM-моде. Показывайте союзникам, где вы поставите ворды, например, за омника, вот выше пример, да? Показывайте, где будут стоять враги. Новичок, например, не понимает, где будут стоять враги, а вы более опытный, понимаете расстановку лайнов, указали ему все, он будет это понимать и уже будет реагировать. Также теперь, как я понимаю, можно делать закуп еще при выборе героя. То есть, игра еще не началась, да? Видите? Но он может уже сделать начальный закуп. Ну, почему бы и нет? Тоже сэкономит время. Хорошо, идем дальше. Геймплей, геймплей. Ну, это вот, да, перенесли Рошана. Про, ну, это вот те самые таланты я вам рассказал, проспойлерил заранее. То есть, на примере Венги показывают. Там у нас получается 10 уровень, 15, 20, 25. Это значит, начиная с 10 уровня, как я и сказал. Вот отображается мана и то, что она хочет купить предметы. Вот она в Рейдж Кинг, Венга, Джагира, SF, Crystal Maiden. Вот вы видите, да? Изменены герои. Так. Изменяю. В чем здесь изменения? Ну, ультимейт, 16, 12, 18. А, они передвинули ультимейт. Да? То есть, раньше там на 11, что там на 12, понятно. Так, ну, давайте прочитаем быстренько сейчас. О, как много здесь изменений. Господи Иисусе. Ну, давайте. Здесь уже нужно будет перевод. Здесь слишком много текста. Я не осилю столько. То есть, изменение уровня. А, то есть, они получаются. Ну, это понятно, что они убрали бонус-атрибутов. То есть, раньше мы просто плюсики качали, да? Теперь этого не будет. Теперь будет древо вместо плюсиков. Герой теперь имеет 4 таланта. Ну, то есть, имеет возможность выбрать 4 таланта. Ну, талантов у них больше. Но у них есть 4 уровня на таланты. Переработанный у них ХП. Ну, это понятно. Это у нас про уровни идет. Ничего интересного. Так, переработанный респаун. То есть, вы видите, да? Время респауна переработано. А, ну вот. Ну, убери Google. Ссанное дерьмо. То есть, если раньше, например, на 16 уровне, да? У вас время респауна было 65 секунд. А теперь 54. То есть, теперь время респауна уменьшили. Молодцы, интересно. Больше экшенов будет. Особенно на турнирах. Вы видите, да? Было 12 секунд, стало 10. 16 секунд 12. То есть, теперь чаще будут герои появляться. Ну, вот убийство. Кстати, хорошо, что они сделали формулу расчета золота. Ладно, идем дальше. Рюкзак. А, прикольно. Вот еще рюкзак, да. То есть, добавили рюкзак. На самом деле, это просили очень давно. Еще в первой доте. Многие хотели, чтобы было больше 6 слотов. Добавили. То есть, теперь у героя 9 слотов. Но, прикол в том, да, что эти 3 слота рюкзака, они неактивны. То есть, там, например, нельзя положить керасу, она будет работать. Нет. А там, и нельзя использовать эти предметы. Они нужны, просто ты их перетаскиваешь. Например, там куришь рецепт, да и собираешь предмет. То есть, ты их просто перетаскиваешь. Но использовать их нельзя именно в этот момент. Но их можно перекинуть на слоты. Да, то есть, можно поменять, например, слот рюкзака на активный слот и уже потом его использовать. Молодцы. То есть, теперь 9 слотов, друзья мои. 9 слотов. Но это очень сильно, конечно, изменится. Нереально сильно. Просто нереально. Молодцы. Особенно для каких-нибудь там саппортов полезно. Некуда положить в арт. Теперь есть куда положить в арт. Но опять же, очень полезно переносить рецепты. Изменения в карте. Переехал Рошан. Дальность атаки Рошан увеличена. Броня увеличена. С 5 до 15. ХП снизили. А, то есть, увеличили броню, уменьшили ХП. Святыня. Оу. Вот это да, новый тип здания. Дарохранительница. То есть, теперь возле Сигрид Шоп есть святыня. Оу. Интересно, интересно, интересно. Это потом как-то будет реализовываться. Святыня реально появилась. Так, руны. Так, руны теперь две разные категории. В смысле две разные категории? Баунти руны теперь нету в реке. А, то есть, они перенесли руны. То есть, теперь типа баунти руны спавнятся уже в лесу. Охереть, а. Какая-то другая игра, реально. Переработан ландшафт джунглей. То есть, переделали леса. Опять. То есть, вроде недавно меняли карту. Теперь опять меняют карту. Лол. Недавно же меняли. Рошана перетаскивали. Наверное, год прошел. Ну, там переделали карту. Переставили там деревья, пути изменили. Спуски, подъемы. Нейтральных героев изменили. Ну, в смысле нейтральных крипов. То есть, теперь древние не являются... То есть, теперь у древних нету иммунитета к магии. У них просто теперь большая... Ну, большое сопротивление, 70%. Раньше был иммунитет. Нейтральные крипы теперь имеют реген маны единицу. Офигеть. Ну, в любом случае, я говорю, что... Любое обновление мне нравится. Привык к ним. Ну, новый древний подъехали. Да. То есть, два служителя и шаман. Ну, это новый крип. Ну, вот. Добавили, получается, два новых крипа. Это шаман и служитель. Вот изменения зданий тоже. Ну, представьтесь, видите. Да, иллюзии. То есть, теперь иллюзии дают золото и опыт. Очень сильно, кстати, изменили иллюзии. Очень сильно. Я не знаю, кстати, зачем. А зачем их сделали? Это, может быть, даже будет плохо для Сэка. В том смысле, что он будет видеть своими иллюзиями. Но Сэка очень сильный герой. Если в лейте там он плодится, делает свои копии. Это вообще жопа полная. Как же здесь много изменений. Обосраться. Это просто можно вечно считать. На самом деле, у нас нет столько времени, друзья мои. Мы не можем столько времени уделить. Это реально. Боже, за неделю можно сидеть. Очень-очень много. Очень. Давайте я быстренько пролистаю. Быстренько, прям очень быстро-быстро глянем. Но это слишком много. Ну, Бисалблэйд переделали. Так, здесь надо вернуть язык, но... Как будет у меня лучше. Линзу переделали. Кирасу. Бластон. Боттл. Что там с Боттлом? Как я понял, Боттл теперь восстанавливает. Но получает только два заряда, если вы берете Баунти Руну. К чему это, не знаю. Брейсер переделали. Сыр. Вы, в принципе, сами все видите. Вот я читаю. Кварити Пойшн переделали. Ну, Кварити, да. Кримсон Гуард переделали. Дайедаус переделали. Диффуза переделали. Дракон Лэнс. Барабаны. Дасты. Манго. Скади. Гем. Глимер Кейп. Тараска. Хилинг Сейв. Ну, хилка, короче. Алибарда. Шлем Доминации. Доминатор. Шлем Доминации. Рейндроп. Айрон Тейлон. Айрон Таун. Майлс Тором. Потом, вампиризм маска. Мом. Мом, кстати, интересно. Переделали Медальон, Меунир, МКБ. Ну, МКБ очевидно, что переделали под нового героя. Мун Шарф. Некрономикан. Вот, вы видите. Я специально медленно перематывал, чтобы могли прочитать, на паузу поставить. Ну, если кому-то надо. Потому что реально, я буду неделю это все читать. Обливиум Став. Поктайвинг Ковар. Пур Шилд. Щиток Бича называется. Квеллинг Блэйд. Радианс. Род оф Атос Портос. Сейнджи. Сатаник. Видите, предмет переделан. Сильные изменения. Шадов Амулет. Сол Куреа. Сол Бустер. Сол Ринг. Талисман. Уклонение. Том. Урна. Вангард. Владмир. И Вин Вайнс. Это только предметы. Теперь герои. Ну, да. Это вообще. Абадона переделали. Здесь пишется изменение самого героя, его способности. И то, что добавили новое дерево. Это Алхимик. Поедитесь, наверное, все герои сейчас будут. Все герои, Карл. Аппарат. Антимаг. Добавлен Скипетр. Кстати, Антимагу добавили Скипетр. Аганим. Вау. Карл. Антимагу добавили Аганим. Аркваден добавлен. Капитан Мод. Акс. Бэйн. Батрайдер. Бистмастер. Блассикер. Баунти Хантер. Добавлен Аганим. Молодцы. Интересно. Кто бы забирать Аганим? Могини. Баунти Хантер. Посмотрим. Брюмастер. Бристолбэк. Вот, видите, можно выбирать способностей. Их очень много. Это невозможно прочитать сразу. Бруда. Кентавр. Чаус Кнайт. Каус Кнайт. Каус. Как хотите, короче. Добавлен Скипетр. Тоже ему Аганим добавили. Чен. Клинк. Склокверк. Кристалка. Переделан Аганим. Так. Дарк Сир, Дазл, Дэйдж Профит, Дизрафтер, Дум, Драгон Кнайт, Дров Рейнджер, Эрдж Спирит, Эль Шекер, Элдер Титан, Эмбер Спирит, Энчантрес, Энигма, Воид, Герокоптер, Хускар, Инвокер, Ио Висп, Джакира, Джаггернаут, Коттл, Кунка, Легион Командер, Лешрак, Лич, Лавистилер, Лина. Леон, Ландруид, Луна, Люкан. Герой Переделан. Да. Переделали способности героя. Магнус, Медуза, Мипа, Мирана, Морфлинг, Нага Сирена, Натуропрофит, Некрофос. Тоже Переделан герой. Найшталквер. Ну, войдут. Я не знаю, это жесть, конечно. Все Переделали просто. Никс, Огр, Маг, Омник, Оракл, потом ОД, Фантом Ассаси, Фантом Лансер. Добавили Скипетр. Вот он. Феникс, Пак, Путш, Пугна, Квапа, Разор, Рики. Скипетр добавили. А раньше это было так смешно, когда шептили, о, собрать бы сейчас Эрики, Скипетр, Аганим или Шадоу Блэйд. Вот уже Скипетр можно ему собирать. То есть, получается, раньше люди собирали Скипетр ради шутки, да? Это было мейнстримом. Это было еще до того, как стало мейнстримом. Рубик, Сейн Кинг, Шадоу Демо, Шадоу Финн. Так слабо, ШД, кстати, изменили. Немножечко прям. Шадоу Шаман, Сайлансер. Что вообще будет в игре какое-то басхраналия происходить, представляете, да? Ничего не привычного. У каждого героя свои новые способности. Вот эти вот таланты. Еще изменены способности героя. Еще и Скипетр кому-то добавили. Это обосраться просто жить. Скаймагу изменили Скипетр. Салардар, Саларку добавили Скипетр. Уменьшаю это, КД ульты. Снайперу добавили Скипетр. Спектра, Спиритбрейкер, Сторм, Свен, Текис. Изменен герой. Тысячу раз его изменяли миллионы раз. Тэмпору Ассасин, Терраблэйд, Тайдхантер, Тимбр Сафф, Тинкер, Тини. Трэнд Протектор, герой изменен. Тоже стали редко его брать. Тролль Варвард, Таск, Андерлорд. Добавлен Капитан Мод. Кстати, очень многие этого ждали, друзья мои. Поздравляю. В первую очередь с тем, что очень многие ждали, когда он появится на турнирах. Очень многие. Чтобы на турнирах реально был экшен. То есть представьте, играет 5 человек, телепортируются и начинается пасханалия. Посмотрим, что будет. То есть теперь турниры вообще станут намного интереснее. Андай, Курса, Венга, Веномансер, Вайпер, Висаж, Варлок, Айвивер, Ваерка, Винтер Виверн, Вичдоктор, Вришкинг, Зевский, Петр Изменен. Очень много, охереть. Так, и последняя страница. Что-то про игру с ботами. То есть вы теперь можете создавать, как я понимаю, они сделали умнее ботов. То есть, скорее всего, здесь имеется в виду, что теперь вы можете сами разрабатывать для ботов интеллект. Или скачивать из воркшопа. То есть, может, на самом деле это интересная вещь. Кстати, если подумать, реально, что бы так раньше не сделать. То есть они сейчас, Валевы, ведут такую тему, да? Чтобы люди могли разрабатывать интеллект ботом. Какой-нибудь чувак разработает очень сильный интеллект. И потом Валевы это будут использовать там в своих каких-то картах, дополнениях. Свардар, Мели. А, Ре-модель. То есть изменение модели у героев. Свардар, Изменили, Вайпера. И Нигма, что-то я не вижу изменения на самом деле. Давайте переведем опять. Напомню, что я учил немецкий, поэтому мне немножко сложно прям. Идеально английского я не знаю. То есть добавили изменения в окружающую среду, например, там траву. Я знаю, что добавили скайбокс, добавили это небо. Ну, то есть там туман добавили, атмосферу, короче, добавили. Ну, я думаю, для тех, у кого слабый компьютер, у них это все выключено 100%, я уверен. Поэтому, я думаю, ну, вы, наверное, это даже не увидите. То есть, чтобы увидеть всю красоту, нужна дота на максималках. Это вот шов КС, это режим, когда ты смотришь героя. То есть, когда раньше, помните, нажимаешь, да, и камера приближается. Это вот. То есть, теперь можно смотреть на героя и наслаждаться пейзажами. Деревья, что-то. Типа, изменили деревья. Динамическая трава. Господи, я прям в доте мечтал иметь деревья красивую и траву. Вот такие вот дела, друзья мои. Я сделал все, что мог. Показал вам, рассказал. Видео, думаю, получится большим. Могло получиться еще больше, если бы мы читали изменения каждого героя. В любом случае, это все нужно смотреть уже на деле. По-любому, тысяча процентов появятся новые баги. И вы увидите их на моем канале. Спасибо большое за просмотр.